И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу, вселенной мира Space Engine, друзья. Это вторая серия из серии Двойники Земли по Space Engine, друзья. Если вы смотрели первую серию, то, в принципе, мы нашли жизнеподобные планеты, двойники нашей Земли, в нашем Млечном Пути. И сегодня, друзья, мы забрались немножко подальше, мы забрались в галактику М82. И здесь я наткнулся на первую жизнеподобную планету, в принципе, на которой возможна жизнь. Давайте рассмотрим ее. Так, смотри, значит, планета РС-07 класс. Сразу немножко оговорюсь, что это планета с экзотической многоклеточной жизнью, то есть здесь другие биомы совсем, ну, не как мы, не как люди, какие-то, не знаю, другие существа, возможно. Но здесь жизнь морская и наземная. Криогены – озерная аквариа с жизнью. Что она из себя представляет? Да, скорее всего, здесь вот эти вот озера, которые ты видишь, они, скорее всего, как бы состоят из метана. Ну, хотя я могу ошибаться, но мне кажется, что да, все-таки здесь преобладает метан, скорее всего. Что по составу? По составу у нас это азот. Это азот у нас. Давление у нас здесь 24 атмосферы. Конечно, давление у нас повышено, намного выше, чем на Земле. Так, температура минус 184 градуса. Да, вот я о чем и говорю, здесь, скорее всего, преобладают метановые озера, поэтому здесь так холодно. Короче говоря, давай попробуем опуститься на поверхность и посмотрим, что там вообще у нас есть. Кстати говоря, глядя на вот эту вот всю зелень планеты, мне кажется, что... Нет, ну, мне не кажется, скорее всего, там растет трава, блин, да ладно. Боже, при такой температуре там еще что-то, не знаю, существует. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, хотя мы знаем, что многие организмы, они могут выживать в различных таких условиях, которых мы просто не сможем существовать в экстремальных условиях, да. Так, смотри. Значит, я уже, по-моему, на поверхности, да? Да, практически. Смотри, здесь у нас горные... Ух ты, классно, смотри. Горные такие образования. Нет, 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 повыше, немножко повыше. И, смотри, здесь снег. Здесь снег, да, реально. Ну, скорее всего, я не знаю, что это, это замерзший углекислый газ или что, блин. Я не вижу, чтобы был кислород на планете. Слушай, мне казалось, что сверху намного красивше был ландшафт у этой планеты, да? Так, вот наша звезда родительская. А где-то здесь была же рядом Луна. Близко, причем очень. Классный такой вот этот самый фон неба, да, обрати внимание. Такой голубоватый, розоватый какой-то. Даже зеленоватый немножко. Обрати внимание, какие-то горные отложения различные, горные породы. Так, ну-ка, подожди-ка. Дай-ка я все-таки отдалюсь. Где у нас была зелень? Давай-ка, смотри, интересное озеро такое, да? Все-таки, наверное, это, скорее всего, не трава, а отсветка, наверное, от песка, скорее всего. Ну-ка, стой. Да, это просто отсветка от поверхности. Кажется, зеленоватый. Как будто присутствует зелень на планете. Наверное, скорее всего, я думаю, из-за испарений метана или, ну, что-то в этом роде. Так, давай немножко подальше к какой-нибудь реке. Я хочу рассмотреть реку. Так, стой, ну-ка. Вот наши реки. Метановые. Метановые реки. Как в таких условиях можно выживать. Я вообще не понимаю немножко. Да, ну, это не похоже, конечно, на воду. Можно со стороны, с которой сейчас мы смотрим с вами, подумать, что да, это вода, но это метан. Ну-ка, подожди-ка, стой. Зеленые вкрапления. Ну, смотри. Смотри, зеленые вот такие, видишь, пятна. Мне кажется, здесь все-таки какая-то, блин, экзотическая, блин, не знаю, природа, трава, что это? Она все-таки, да, здесь есть. Блин, каким образом она выживает в таких экстремальных условиях? Остается, да, вопрос открытым. Что вы думаете, ребята, по этому поводу? Пишите в комментариях. Так, ну, я думаю, наверное, скорее всего, на этой планете нам делать нечего. Ничего особого я здесь как бы не увидел. Ледяной мир. Ледяной мир, да. С экзотической жизнью. Так, ну что же, друзья, давайте поищем, наверное, какую-нибудь другую планету и рассмотрим ее. Так, друзья, смотрите, вторая планета с жизнью. Это у нас умеренная озерная Тера с жизнью. Жизнь здесь органическая, многоклеточная, но в основном это морская жизнь. Наземной жизни здесь нету. Непонятно почему, но, видимо, я знаю почему, потому что здесь, да, здесь нету на планете кислорода. Состав это углекислый газ и азот. И азот. Так, температура 20 градусов. В принципе, в принципе, это хорошая, я тебе скажу, такая температура. То есть, на поверхности можно находиться, но, блин, без кислорода, конечно, здесь ты не сможешь выжить. Солнечные сутки бесконечны. очень близко, можно сказать, находится к своей звезде. Родительская звезда у нас. Это красный карлик, друзья. И постоянно планета повернута одной стороной к своей звезде. Так, а что еще здесь у нас? Атмосферное давление, в принципе, равна земному. Слушай, посмотри, да, планета покрыта зеленью. Так, ну, давай попробуем опуститься на поверхность. Так, сейчас, подожди-ка, я тут где-то находил такое интересное место, откуда можно посмотреть на поверхность. Там и такие, знаешь, горные образования, и реки, в принципе, классно смотрелось. Так, ну-ка, подожди, вот у нас облака. Слушай, как здесь много облаков, да? Обрати внимание. Так, вот здесь вот есть разломы интересные. Или это реки? Да, по-моему, это реки. Почему не морская терра? Блин, я бы, конечно, больше бы дал бы предпочтение назвать ее морской террой, но не озерной. Я видел где-то хорошие такие разломы, и оттуда был прекрасный вид на поверхность. Там и горы просматривались. Было классно. Так, ну давай опустимся. Да, мы уже почти на поверхности. Температура растет. Так, 11 градусов по Цельсию. Классно. Давление чуть повышено. Так, подожди, а дай-ка мне посмотреть саму зеленку планеты. Скорее всего... Слушай, подожди-ка. Стой, ведь она... Из космоса, она смотрелась полностью вся зеленой. Как будто на ней трава, но... Не пойму. То есть, все покрыто мхом, что ли? То есть, здесь нет травы, а планета из мха? Не может быть такого. Как так? Подожди-ка, мне интересно. Обрати внимание, но ведь это же все с зелень. Это все должна быть трава, даже если вот в это место опуститься. Здесь уж настолько зелено, что, блин, не должно возникнуть вопросов, что здесь нет травы. Да, мне кажется, это мох. Это все мох. Прикольно. Так, а что у нас по виду на небо? Слушай, это планеты, я так понимаю. Да, это все остальные планеты. Так, а, подожди-ка. Красный карлик. Стой, ну-ка. То есть, неподалеку мы видим еще одну звезду. Это не двойная звездная система, да, как может показаться. Это неподалеку еще у нас одна звезда есть. на которой тоже есть планеты, классная. Но она, смотри, она смотрится очень большой. Если бы, допустим, с поверхности этой планеты смотреть на эту звезду, то она бы не просто звездой казалась, да, как мы смотрим на ночное небо, она бы казалась как планета. Допустим, вот я даже могу с уверенностью сказать, что, блин, ну, в принципе, раз с размером Луны, наверное, что ли, ну, могу ошибаться. Но смотрелось бы точно не как маленькая звездочка, а как планета. Допустим, Юпитер, наверное, что ли. Так, ну подожди-ка, стой-ка. Где-то я находил прям такое место, классное, оттуда пейзажи хорошие просматривались. Подожди. Дай-ка я сейчас ее найду. Где-то место. Большие вулканы, кстати, здесь, да, есть, но они не действующие. Где-то вот на таких разломах, по-моему, я был. Возле таких каньонов с реками. Интересные такие, смотри, горные образования, да, заостренные. Ну, в принципе, если находиться здесь с кислородной маской, то можно выжить. Ночь, к сожалению, мы не сможем ночное небо с вами рассмотреть на этой планете, потому что здесь бесконечные солнечные сутки. Планета повернута одной стороной к своей родительской звезде. Так, а что у нас вот здесь по высоте над поверхностью моря? Ох, нифига себе, какие они огромные. То есть над поверхностью 70 метров. Стой, а почему сюда не течет вот эта река? Ведь здесь же склон. так, непонятно. Так, ладно, друзья, я думаю, наверное, надо перелетать еще на какую-нибудь планету и посмотреть там какие-нибудь более, наверное, совершенно красивые виды, потому что здесь особо ничего интересного я не увидел. Так, друзья, следующая планета, которую можно отнести в принципе к двойникам Земли, на которой есть жизнь, вот такая вот планета РС 0528673, умеренная озерная Супертерра с жизнью. Жизнь здесь многоклеточная, морская, наземная. Здесь, ребятки, в принципе, есть и кислород, азот. Так, по-моему, присутствует немножко углекислый газ, я так смотрю, да, в атмосфере. Так, атмосферное давление повышено где-то приблизительно на 5 единиц, чем на Земле. Так, температура 3 градуса, но прохладненько, я тебе скажу, однако. Так, что самое примечательное на этой планете, какие-то достопримечательности, да, можно здесь увидеть, но с поверхности можно разглядеть, давайте сейчас мы с вами опустимся. Так, какие можно увидеть красивые достопримечательности, это то, что вот это вот родительская ее звезда, это тройная звездная система, состоит она из оранжевого карлика, так, здесь вот у нас красный карлик, и где-то у нас еще должен быть маленький красный карлик, но я его сейчас потерял из виду, так, подожди-ка, стой, ну-ка, да, вот еще маленький красный карлик, то есть 3 звезды можно разглядеть с поверхности этой планеты, так, ну, смотри, что можно сказать по этой планете, по этой планете скажу, опа, провалился в текстуры, бывает, по этой планете могу сказать так, что здесь, да, здесь есть растительность, давай, сейчас мы ее посмотрим, здесь, да, вот она такая, трава, интересно, так, подожди-ка, слушай, навалена, как, знаешь, примята, по-моему, даже, как будто ее затоптали здесь, здешние, наверное, какие-то организмы, воды здесь маловато, мало рек, как в основном это озера, солнечные сутки, кстати, да, здесь тоже бесконечны, ночь мы здесь с вами на этой стороне не увидим, ну, и как и не увидим мы с вами время, смену времен дня и ночи, да, стойка, вот это вот интересное оранжевое, что это у нас, это серо, или что это, нет, это, это высохшая такая горная порода, да, смотри, похоже на глину, так, ну-ка, кстати, да, примечательно у этой планеты 8 лун, но в основном я смотрю, это, это, скорее всего, какие-нибудь астероиды прохладные, да, и не больше, но наблюдать три звезды на небе было бы классно, красный карлик, оранжевый карлик, классно, а, кстати, обратите внимание, да, что у звезд, то есть, у ее собратьев, да, у них также есть еще планеты отдельные свои, блин, прикольно, классно, это лед, или что это, нет, похоже, это, да, стоит, да, это лед, это лед, я думал, это высохший такой грунт, знаешь, в основном на этой планете, знаешь, преобладает такая, как бы, неровная поверхность, скорее всего, горная, я бы даже сказал, сплошные горы, ровной поверхности каких-то равнин я на ней не наблюдаю, не видел, да, классно, ну, что же, друзья, наверное, на этом я свою коротенькую серию закончу, всем, кому понравилось, обязательно пальчик, вверх, подписка на канал, пишите свои комментарии, и помните, друзья, вселенная и космос бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем, увидимся в следующей серии, пока-пока, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok